Сегодня в рамках доклада на конференции Beauty Touch будет представлены тренды по в мире ароматов на ближайшие 2-5 лет. Три концепции связаны с ароматами. Можно ароматы носить дома, можно ароматы наносить на подушку. Это в рамках расслабления будут представлены ароматы. То есть там, как правило, лаванда, что-то такое успокаивающее, то, что дает ощущение отдыха. Второе направление – это будет энергия. Здесь она цитрусовая, что-то такое очень фруктовое, яркое, искристое, сочное. Третий вариант – это охота от реальности. Понюхать аромат и где-то перенестись в какие-нибудь тропики, какие-то экзотические ноты. Что-то такое, что далеко нам до понимания, до сознания. То есть мы понюхали и перенеслись. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Назаренко. Я химик тепло, компания Копер Трэйф. И сегодня мы будем вам презентовать доклад «Будущие ароматов на ближайшие 2-5 лет». Сегодня мы поговорим подробнее о таких тенденциях, как усиление образованности потребителей, принципов устойчивого развития новой гендерной парадигмы, холистической концепции, новых способов персонализации. Раскроем интересные концепции, основанные на эмоциях. Это расслабление, энергия и побег от реальности. Будут показаны ароматы и новинки косметических продуктов, которые отражают эти идеи. И также обретают все больше популярность у потребителей. Нет сомнений в том, что окружающий мир после COVID-19 сильно изменился, то есть меняется индустрия ароматов. Взгляды и запросы потребителей адаптируются не только к новой реальности, но и, безусловно, меняющимся миром. В этом мире доминируют принципы свободы, прозрачности и заботы о здоровье и планете. Тренды, они получаются, что, как правило, не идут год, то есть не получается есть, которые, как бы, как бы, наступает фаза активной и потом завершающейся. То есть два года ближайшие будут тенденции ожидают следующие. Это усиление образованности потребителей, то есть это как бы старый тренд, большая прозрачность, востребованность чистых ароматов. Согласно статистике, около половины потребителей в США и во Франции беспокойны химическими компонентами в составах парфюмов и отдушек. Конкретно во Франции недостаток информации вызывает беспокойство, если они не понимают что-то. В Индии же 42% потребителей интересуются безопасными для кожи парфюмами. Соблюдение принципов устойчивого развития в отношении биотехнических инергиентов. Аналитические данные говорят, что около половины потребителей в США купят средства по уходу по более дорогой цене, если оно безопасно для окружающей среды. 31% Южной Кореи интересуются продуктами и инергиентами, полученные из источников, предъявивших принципов устойчивого развития. А также треть потребителей в Саутовской Аравии интересуются этическими принципами бьюти и брендов. Указано пример средства, как идет замена пальмового масла. То есть биотехнологический продукт может получаться из отходов пищевых продуктов. Смысл в том, чтобы не вырубались плантации, используют какие-то новые... Ну, как бы, оно не копирует по составу, но оно похоже подействует. И второй вариант — это Biosense компания с квалан фито с фиторетинолом, сыворотка. Тоже, как бы, как пример из полностью перерабатываемого пластика. То есть это сфер трехопаковка, которая легко перерабатывается. Согласно заключению конференции, организованной Ментал, заявления на этикетке об устойчивых принципах развития могут трансформировать мнение потребителей, имеющих сомнения относительно биотехнологий. 75% потребителей Южной Кореи доверяют продуктам и ингредиентам, созданным учеными. 83% в Индии доверяют бьюти продуктам, созданным с научно обоснованными ингредиентами и формулами. 35% в Мексике готовы заплатить дороже за бьюти продукта, разработанными учеными или исследователями. Объединение искусства, науки и природы, что прозвивает, связывает историю создания аромата с наукой. Воссоздать мечту с использованием синтетических материалов. Диентифицировать науку в названиях парфюмов. Пример на третьей картинке. Навинка, аромат прошлого года от компании Мейдсен Кривелли. Папирус-молекуляр. То есть использование слов, связанных с наукой в тени парфюмерии. Понятия новой гендерной парадигмы и подходов к обращению. Увеличение выпуска унисекс-парфюмов, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилось в полтора раза. То есть получается США, Америка, Европа, США и другие страны, они уже достигли своего предела и уже сильно не повышают этот вариант. А в Азиатском регионе, то есть мы видим за год, с 20 по 21 аналогичный период, что в полтора раза увеличилось количество на рынке. Уверенность и любовь в себе. 45% потребителей в Бразилии считают, что аромат юти-продуктов позволяет почувствовать себя более уверенным. Тогда как 36% чувствуют себя более привлекательными. 64% от Китая используют парфюмы для уверенности, а 50% для привлечения внимания. В сравнении с Великобританией, там всего 42% людям нужен парфюм для уверенности и 34% для привлекательности. Возрождение люксовых брендов в ответ на революцию мидл-люксовых брендов. Пластичные бренды сфокусируются на пультовых продуктах, будут поцелены на увеличение продаж среди молодого населения. На разработке доступны широкому кругу потребителей на латерских форматах, такие как ручки, кисточки, бальзамы и тревел-берси, на эксклюзивность с целью поддержания более престижного уровня. Около половины процентов потребителей в Европе согласно с тем, что парфюмы перестали быть предметами русскоши, как это было ранее. Создание новых неожиданных коллабораций для удивления молодого населения с креативными взрослыми и люксовыми брендами. Культура создания лимитированных продуктов и предзаказов пошли в сегмент нишевых парфюмов. Речь идет об использовании ценных ингредиентов и принципов устойчивого развития. Предзаказов и сезонности продукции. Новый поток создания более устойчивой люксовой упаковки. То есть это более легкие повесовые плаконы. То есть получается, что у нас есть ассоциация, если это какой-то нишевый бренд, дорогой, то должен быть какой-то массивный, какой-то плотный, какой-то плакон. То есть сейчас уже идет к тому, что наоборот очень интересно, если это будет очень легкий, легко перерабатываемый плакон, который упакован в картон из сырья, пусть он будет без этикеток, сильный, как и Грибана. Ну, как бы вот такого плана. Также идет обращение к зеленым технологиям за экстраординарными материалами, такими как лен, мицерий и дерево. То есть получается... Вот так это... То есть получается вот так. То есть получается, что используют природные материалы для создания упаковки. Ну и что интересно, там на графике видно, что получается, что в Германии меньше всего считают, что должно быть какое-то взаимодействие между массивностью упаковки и люксом. То есть они хорошо воспринимают новые подходы к трендам упаковки. Так. И такой же, например, на качестве Германии. Создание новых форматов парфюмов соответствует новому образу жизни, в результате пандемии. Выход за пределы существующей категории. Унедрение новых причин использования парфюмов в ежедневных ритуалах и прикачах. Ну тут интересный пример фирмы Made by Me, которая выпустила, по сути, такую палитру ароматов, такой форматикой по утреннице. Что тут интересно, то есть новая форма, то есть от коленых классических водно-спиртовых смесей, твердый парфюм, который позволяет еще также миксовать. То есть мы можем смешивать эти два, допустим, розово-синий и получать новый аромат. То есть такой вот эффект, то есть это тоже то, что процесс смешения в этом, он тоже популярен становится. А второй получается флаконный гиптик, он перезаполняем. То есть тоже в парфюмерии это как бы очень приветствуется, если он будет награзовым. Разработка аромата момента, такого, например, как запах виски или страниц книги. Создание парфюмов в концепции связи с ночным отдыхом и сном. Ритуалы отходят ко сну, средства ароматизации подушек, парфюмы, сопровождающие ко сну ладаном. Ну то есть это как бы тема, допустим, аромат книги не нова, но она получает новое направление развития. То есть очень здорово, допустим, выпускать книги, посвященные даже тот же, допустим, в парфюмерии. То есть можно обложить в лотер, там можно ароматизировать как картофель. И тем самым получать больше эмоциональный эффект от прочтения этой книги. Ну то есть, а то, что касается нам виски, то есть это, как бы, можно касаться флавористики, когда, допустим, к какому-то сорту виски там добавляется какой-то определенный аромат, который вырезняет всю линейку из всех. И как бы по этому аромату можно сказать, вот это относится к какому-то бренду. Необходимо создание нового сенсорного словаря в связи с ростом онлайн-продаж. 37% Великобритании в возрасте 16-24 года покупает больше онлайн с началом пандемии. Использование эмоций для создания нового словаря аромата. Когда как слов становится недостаточным, для описания палитры аромата в ход идут эмоции, чувства, цвета, ассоциации. То есть как бы запах можно описать, как бы, там, красный, да, имеет цвет. То есть мы все понимаем, что это такое, какая-то ягодная, сладенькая, там, да, то есть синий цвет, да, то есть тоже, как бы, что-то такое холодное, морское. И также, может быть, какие-то личные переживания. То есть очень, то есть поскольку все перешли в онлайн, и то очень, как бы, становится подход, чтобы хорошо написать. И тут вот все моменты хороши, поскольку нет словаря сейчас изданного парфюмерного. Он только там собирается, по-моему, там где-то в Англии, по-моему, там пытается его как бы сделать. Но, в любом случае, это такая статья очень сложная, требует много времени. Поэтому это только на помощь придут, там, блогеры, какие-то, там, новостные каналы или, там, просветители, которые как-то будут это заполнять пробелы. Использование эмоций для создания, так, создания синергии между формой и ароматом, впоследствии возможности 3D-принтера. Ну, просто как новые технологии помогают нам сделать какую-то интересную упаковку, которая дополнительно будет как-то подчеркивать необычность парфюма. Воздействие на потребителя во время выбора парфюма через инстинкты, подсознательные и эмоциональные реакции, предложение персонализированных продуктов и услуг. Например, в программах Molton Browns Prime & Spinder подбор аромата на основе визуальных сенсорных символов. Если зайти на сайт этой компании, то есть, например, на сайте приложение, где запускаете, вы просто кликаете на нравившую вам картинку, оно постоянно меняется и в конце он выдает тот парфюм, который соответствует вам на основании картины. То есть, такое уже было у Кома де Гарсон, как бы только там немножко там другие, как бы не картинки были, а там описания. Ну, подход как бы остается тех же. То есть, это все как бы для онлайна очень полезно, потому что сейчас тяжело прийти в магазины, да, пронюхать там, да, и как бы в связи с закрытиями, ну, этими локдаунами, поэтому все через интернет. Так. Солазно прогнозом международных аналитических агентств можно наставить четыре основные вывершенные стратегии развития бьюти-рынка в 2021-2025 годах. Предоставление большого разнообразия причин для совершения покупки посредством синергии. Выражение уникальности через свободу. Разблокировка доверия потребителей благодаря образованности. Открытие новых способов персонализации с использованием сенсорных сигналов. Далее хотим поподробнее рассказать о такой актуальной тенденции в мире ароматов, как feel good fragrance, что означает ароматы для создания хорошего самочувствия и поддержания положительного эмоционального состояния. Тут приводится статистика, что за время пандемии ощущение счастья только ощутили 2% населения. В основном это доминирует страх, сомнения, грусть, злость, иллюстрация. В связи с этим основные заявления на этикетках, парфюмах и средств по уходу должны быть как защита и well-being, хороший самочувствие. Три основные концепции в ароматах. Релакс, расслабление energize и энергия, а также escape, подвиг от реальности. 40% миллионалов говорят, что их уровень стресса увеличился за последний год, и более 52% что они с трудом засыпали из-за стресса. В связи с этим значительное развитие приобрели продукты, которые поддерживают антистрессовые эмоции и помогают хорошо спать. Запросы в Pinterest на эфирное масло и ланг и ланга выросли на 91% в 2020 году. Сейчас хотим вам тоже представить один из ароматов, который характеризует это направление. Бренды выпускают парфюмы, предназначенные для использования во время сна. Они уносятся на коже и слушают элегантным ритуалом при входе ко сну. Эти битвы средства созданы, чтобы усиливать чисто спокойность и умиротворение. Сейчас мы представим вам один аромат с нашей коллекции, который называется «Sleep Well» или «Приятный сон». Он отражает концепцию ритуала сна. Пожалуйста, однокомтесь с ним. Это расслабляющий сладкий аромат с цветочно-ароматическими нотами лаванды, мускуса и сандалового дерева. Также представлены другие продукты, которые подходят под эту линейку. В основном это тема лаванды, то есть может быть цитрус. Мисты или еще как называют ароматические спреи для подушек обретают большую популярность. Они помогают расслабиться, быстрее усынуть и гарантируют более качественные сонки. Трендовые ароматические ингредиенты в расслабляющей концепции – это герань и сандаловое дерево. Популярны также ноты личи, красных фруктов, альдегины, мандарин – это в топе ароматов. В сердце трендовым считаются ноты фрези, герань и водных аккордов. Среди базовых нот выделяют пензоин, мускус, сандал и тудровый аккорд. Современные подарители еще в возможности восполнить энергию во время своих активных процедур по уходу. Особенно те, кто рассматривает уход за кожей, как за частью ритуала по уходу за собой. Клеем Energy Boost Элизабет Энергия становится более популярным среди бьюти косметики и средств очень гигиены. Потребители ищут такие продукты, которые одновременно будут отвечать двум задачам. Усиливать их личную энергию и помогать уставшей коже выглядеть моложе и свежее. Ароматы для поднятия настроения. Сейчас будет следующий аромат, представленный из категории «Energia». Называется «Despo Line» – «Шаз для жизни». Это фруктово-цветочный аромат с яркими цитрусовыми аккордами имбиря, жасмина, горденьи, лимона, ланды, же и ананаса. В эту категорию относятся ароматы для поднятия настроения. То есть фирмы «Москва» в данном комплекте имеют характеристическую функциональность и способны помочь поднять настроение. Такие заявления на этикетке, как «Жизненная сила», «Счастье», «Энергия», «Хорошее самочувствие» и «Аптимист» выступают промоутеры дозативных настроений. То есть тут очень важно как бы подарить комплекс с артикеткой, цветом и ароматом. Ароматические ингредиенты в концепции «Spiced Up» добавят пряности, на которые стоит обратить внимание. Это турмирик и имбирь. Интересны также будут кокосовая вода, зеленое и яблоко, белые цветы, фиалка, водные аккорды, ваниль, баси, сандал, мускус, кремовый, карамельный нот. Побег от реальности. Концепция эскапизма, ухода от обыденной реальности, существовала всегда, однако с 2020 года приобрела новый виток развития. Эта концепция отвлекается для потребителей, которые осознанно и посознательно ищут пути по созданию приятных ощущений и моментов жизни, что может быть достигнуто благодаря воспоминаниям об отпуске, приятными моментами с детства, путешествиям в своем сознании в фантастические места, которых никогда ранее не бывали. Тут где-то похоже с эффектом Прусса, когда аромат, мы когда нюхаем, мы запоминаем все, что было с нами в тот момент. Если этот аромат где-то повторится, то мы моментально переносимся в то место, где мы его услышали. В концепции путешествий в экзотические места ароматы побуждают нас мечтать о лете, напоминают о солнце и веселье, популярны морские ноты, тропические аккорды и экзотические звучания. Какой аромат? Пустой, третий. Третий сейчас будем. Фрукт единорога. В концепции путешествий в экзотические места ароматы пробуждают нас мечтать о лете, напоминают о солнце и веселье. Здесь популярны морские ноты, тропические аккорды и экзотические звучания. Популярны романтические ингредиенты концепции «Тропикал Байкс». Это ананас и кокос. Среди других, но трендового звучат гром, водный аккорд, цветок манои, тубероза, ваниль, карамель и молочно-сандаловые аккорды. До усиления рефактора восприятия предлагаю вам разлушать на ботере аромат под названием «Прукт единорога». Это фруктово-восточный аромат с парфюмированным звучанием, в котором сочетается сладкое яблоко, черная свородина с ванящими нотами мускуса и ванили. Также интересным вариантом является использование разных текстур. Это растет в ваших оригинальных проявлениях. Они подарят новый приятный опыт использования, которые текстуры могут наливаться от прикосновения, от жидкости к пене могут менять состояние, могут активироваться водой, порошковыми продуктами, могут быть завороженные кремы, могут быть формул меняющий цвет. То есть все, которые выдавал объект, они также остаются популярными. Наиболее популярны клеемы таких продуктов, как «Фантазия», «Вечеринка» и «Единорог», «Машмеллоу». Еще одна концепция ароматов и «Пришествие в прошлое». Прежде всего, это курманные ароматы, ассоциирующиеся с десертами. Их чаще всего хотят слышать потребители в процессе поиска дополнительной уверенности или когда не хватает позитивных ощущений. В разных культурах народы эти ностальгические запахи могут принципиально отличаться. Потребительское настроение и поведение определяют в развитии косметического рынка. В результате пандемии потребители стали более осторожными и начали прислушиваться к своему здоровью, ценит радость жизни, которые ранее считались обыденностью. А законодательным является ценой на «Веллнес» и рост «Глюти» средств, которые обещают в этом настроении улучшить эмоциональное состояние. Спасибо большое за внимание. Рады Вас видеть на стенде. И так же можете знакомиться с ароматами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова